В начале совещания по финансово-экономическим вопросам Сергей Морозов резко раскритиковал подходы муниципалов к поиску инвесторов и инвестиций. В нашей области прогрессирует естественная оболь населения. Только за 2018 год наш регион потерял более 8 тысяч человек. И эта цифра далеко не самая высокая. В 90-е годы, в начале 2000-х годов эта цифра была в разы больше, ну не в разы, а на несколько десятых процентов больше. Но за последние 7 лет это самая высокая цифра. Есть и другие неприятно высокие показатели. Причина – отсутствие высоких экономических показателей. Успешная современная экономика базируется прежде всего на привлечении инвестиций и, как следствие, развитии производств, создании рабочих мест, которые – залог благополучия населения. Целостная картина складывается из многих факторов. Неправильно собранная статистика может лукавить. Поэтому АНА, Центр стратегических исследований Ульяновской области, избрал принципиально новый способ выявления проблем на муниципальных территориях. Для того, чтобы оценить, насколько эффективно работает власть, или в данном случае работает глава муниципальных образований, есть несколько способов и пониманий таких. Ну вот как развивается экономика, как развивается предпринимательство. Это, конечно, очень важная вещь. Но, с другой стороны, не все же измеряется только в деньгах, в развитии предприятий и так далее. Очень важно еще понимать, какое качество жизни на территории. А какова преступность? А какова ситуация с экологией? Какова ситуация с водой, с воздухом, с дорогами, с здравоохранением и так далее? Это же не в чистом виде экономики. Однако именно эти факторы показывают истинное положение дел. Если люди много и стабильно зарабатывают, то преступность падает, учреждение процветает, а территории благоустраиваются. Если все это отсутствует, то никакие рейтинги и цифры финансово-процентных показателей не способны отразить истинное положение дел. Скорее даже запутать. Правительство региона приготовило целый ряд мероприятий, которые должны изменить ситуацию. Это внедрение стандарта формирования благоприятного инвестиционного климата муниципальными образованиями, а также органами исполнительной власти. Одним из элементов которого будет формирование новых программ обучения для команд из муниципалитетов и команд из органов власти. Прежде всего обучение будет направлено на формирование положительного образа территорий, которые в дальнейшем соответственно эти сотрудники смогут предлагать инвесторам. Губернатор считает, что любое действие власти или производственника, начальника любого уровня, должно быть направлено не на призрачное понятие развития, а на улучшение благосостояния и качества жизни конкретной группы людей, будь то рабочие завода или жители муниципального образования. Именно на это направлены национальные проекты. Безопасные и качественные дороги, образование, здравоохранение, экономика, жилье и городская среда – все прочее нужно не само по себе, а только в соотнесении с положительными результатами, которые они несут жителям страны и региона. Павел Половов, Александр Кудряшов. Новости Улл. Правды. ТВ. Новости Улл. Правда.